Сегодня расскажем все о паромных турах по Босфору. Это весьма интересное и вполне бюджетное приключение, которое каждый может себе позволить и получить море положительных эмоций. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Поплынь. Туры в Стамбуле бывают англоязычные и русскоязычные, бывают платные и даже бесплатные, с гидами и без. Англоязычные туры проводит компания BosphorusCruise.com. У этой компании разные варианты туров. Индивидуальная экскурсия на яхте для компании до 10 человек с музыкой, фотографом и закусками в течение двух часов. Проливы, Босфор и Золотой Рог за одну поездку. 2,5 часа и максимум 10 человек группа. Вечерний круиз с едой и восточными танцами. При доплате 15 евро будет безлимитный алкоголь все 3 часа. А хочешь как в гламурных клипах? Тогда можно забронировать моторную яхту для себя и своей компании на 2 часа. Но ценник на такие туры не низкий. Начинается от 45 евро с человека. Туры от государственных и частных компаний рассчитаны как на местных, так и на приезжих, где предлагаются аудиогиды на разных языках значительно дешевле. Такие туры проводят компании Шехир Котлары, Терьел и Дентур. И в этом случае не обязательно выбирать услуги какого-то конкретного перевозчика. Когда придешь на набережную возле пристани Еминю-Ню, Бешикташ, Юскудар или Кадыкёй, можно заметить киоски с плакатами, рекламирующими туры по Босфору. Босфорус Тур. Выбирай любого официального перевозчика. Терьер, Шехир Хотлары или Дентур и отправляйся на прогулку. У таких перевозчиков фиксированные тарифы. Как правило, не превышающие 75 лир за длинный тур. У частных фирм стоимость может быть выше. Туры по проливу проводятся ежедневно. Основная часть экскурсионных паромов отправляется в тур от причала Еминю-Ню. Там всегда есть несколько компаний, предлагающих свои услуги. Касса этих компаний находится там же на набережной. Самая крупная судоходная компания, предлагающая большие и малые туры по Босфору, Это государственный гигант Шехир Котлары. Сайт видишь перед собой. А также он будет в описании. На этом сайте можно найти всю актуальную информацию. На него билеты берут чаще, ввиду самой низкой цены и обширной экскурсионной программы. Туры этого судна проходят ежедневно. Это единственная компания, предлагающая длительный тур под названием «Большой тур по Босфору» аж 6 часов. По-турецки «Узун Буаш Туру». Стартует от причала Еминю-Ню в 10.35. Можно также присоединиться к туру на причалах Бешикташ и Ускудар. Тур проходит с остановками до выхода Босфора в Черное море. Финальная установка у причала «Анадолу Каваги» на 2,5-3 часа. «Анадолу Каваги» – это небольшая рыбацкая деревенька. Интересной для посещения является местная крепость «Иерос», на которую можно забраться и поглосеть с самой вершины на пролив и Черное море и сделать крутые фото. То есть погулять в этой деревеньке можно 2,5-3 часа. А можно еще посетить могилу святого Юши, находящуюся на Юше Теписи, рядом с крепостью. Мусульмане полагают, что данное захоронение относится к Иисусу Навину. Добраться до этого места можно на такси. Также в «Анадолу Каваги» открыто огромное количество кафе и небольших рыбных ресторанчиков, в которых можно за приемлемую плату отведать традиционные блюда местной кухни. Затем паром возвращается назад. Длительность тура составляет 6 часов. Получается с 10.35 до 16.40. Стоимость билета 65 лир за взрослого человека и 32,5 лиры за детей 6 до 12 лет. Дети до 6 лет проходят бесплатно. Можно также купить билеты только в одну сторону. Ну, то есть доехать в одну сторону, а назад не возвращаться. В таком случае стоимость билета для взрослого будет составлять 39 лир, а для детей 16 лир. Короткие туры. По-турецки называется «Кысабо и Астуру». Это небольшие по длительности прогулки на 1,5-2 часа. В этом случае туры осуществляются компаниями, опять же, «Шехир Котлары», а также «Дентур», «Авразья» и «Турьё». Есть еще и мелкие частные небольшие суда, названия которых выяснить уже сложно. Следующий тур у «Шехир Котлары». Вот здесь вот их сайт, где можно найти всю информацию, он также будет в описании. Ежедневно паром отправляется в 14.30 от причала имени Нью с заходами в Юскудар и Ортакёй, без остановки на ней. И возвращается обратно в 16.30 с остановкой в Юскудар. Этот маршрут рассчитан до 2-го Босфорского моста. По пути можно увидеть в сторону европейской части район Галата, дворец Далмабахчей, мечеть Ортакёй и крепость Трюмилихи-Сары. А на обратном пути, на азиатской части, можно увидеть крепость Анадылухи-Сары, дворец Беллербей, Девичью башню и частные резиденции богатых туров. Стоимость тура составляет 32 лиры для взрослых и 16 лир для детей с 6 до 12 лет. Дети до 6 лет проходят бесплатно. Шехир Хатлары в летний период проводит закатный тур, Мехтаб Тру, исключительно в субботние вечера с 5 июня по 15 сентября. Другое его название – круиз при лунном свете. Это недолгое, но впечатляющее путешествие. Начинается с пристани Бастанжи-Кадыкёй. Очень популярный летний тур, так как много желающих появляется полюбоваться огнями ночного Стамбула. От Бастанжи-Кадыкёй паром отходит в 17.30, а в 20.05 причаливает к Анадалу-Кавагы. В течение 2.05 часов туристы могут погулять или покушать в местных ресторанчиках, а в 22.30 паром возвращается обратно. Каменюню он причаливает в 0.10, а в Бастанжи-Кадыкёй – в час ночи. Цена такого тура составляет всего 52 лиры. Кайф. Все. Всего 52 лиры. А, в этом плане, да. Да и так тур – кайф. Перевозчик Дентур Авразья плавает по нескольким маршрутам. Вся актуальная информация также находится на их официальном сайте. Первый маршрут отправляется с трех пристани – Бешикташ, Каботаш и Юскудар. По пути увидишь дворец Донбахче, дворец Чироан, мечеть Артакёй, мечеть Ибрагим Паша, египетское консульство, крепость Румили Хисари. Повернется судно у моста Фатих Султан Мехмед. И увидишь Анаталийскую крепость, дворец Кучуксу, мечеть Мехмед Эфинди, дворец Бейлер-Бей, мечеть Султана Мехрима и Девичью башню. Стоимость тура составляет 65 лир. Продолжительность – час 15. На сайте есть туры, время которых отмечено звездочкой. Выполняются такие туры только при большом наплыве туристов. Обычно судно этой компании совершает тур три раза в день. Второй маршрут называется «С национальными дворцами». Длится час 45. Стоимость этого тура – 75 лир. Дети до 6 лет проходят бесплатно. Отличие этого тура от классического тура по Восфору в том, что пассажиры могут сойти на причалах Эмирган и Кучуксу и погулять там в течение часа, посетив парк Эмирган, дворец Кучуксу и Бейлер-Беи. Все три объекта или любой на выбор и продолжить свое путешествие на следующем корабле. То есть вышел, погулял, посмотрел, что успел. Приходишь на пристан, садишься уже на другой парад. Профит? Да. А можно и не сходить с парома, кто не хочет, а просто осуществить тур по Восфору и его длительность составит час 45. Судно отправляется с этим туром четыре раза в день от причалах Каботаж, Бешептаж, Эмирган, Кучуксу от паромной пристани Дентур Авразия. Также есть у них тур «Турецкая ночь». Отправляется в пристани Каботаж. По пути увидишь дворец Донбахче, мечеть Артакёй, дворец Чиряган, крепость Румели, Босфорский мост, мост Фатих Султан Мехмед, дворец Бейлер-Беи, приморские особняки и девичью башню. Вот этот тур очень веселый. Здесь во время тура предусмотрена еще и шоу-программа и полноценное питание. В шоу-программу включается танец с мечами, кружащийся дервиш, турецкий цыганский танец, кавказский танец, групповое шоу «Танцовщи с живота», турецкий народный танец и профессиональное диджейское выступление. А танец он корын. Тур бронируется заранее на сайте. Цена разная в зависимости от сезона и количества туристов. Цену узнавать на сайте, связавшись с оператором через WhatsApp. Следующий тур – это экскурсии по островам Адалар, то есть «Принцевы острова». В этом случае судно отходит от причалов Бешепташ, Каботаш, Имениню и Авджилар-Ялова до острова Хейбиляда и Буйокада. Цена тура составляет 35 лир. На этих островах можно посетить церковь Ай-Айурги, музей островов, искупаться в заливе Принцесс, посетить дом Рисата-Нури Гунтикина, сходить на чай в казино Юситепе, посмотреть мечети Хамедие, а также устроить пикник на площадке для пикников в Дилбурну. Есть еще перевозчик Тирьол. Эта компания совершает только короткие туры и их судно ближе всего подплывает к берегу для тех, кому это важно. Туры у этого перевозчика проходят каждый час. И судя по их сайту, такие туры совершаются только летом, так как сейчас там нет никакой информации на этот счет. Вот сейчас ты видишь их сайт, можешь его внимательно изучить, он также будет в описании. Туры стартуют сразу от имени Ню, севернее Галатского моста, с заходом в Каракё и Юскудар. Стоимость тура на данный момент неизвестна, но дороже остальных перевозчиков. Также вдоль пристани есть и мелкие частные компании, которые зазывают туристов на туры по Босфору. Все маршруты у них схожи с большими судоходными компаниями, а вот по цене кто во что гораст. Чаще всего они просят оплату в долларах или евро. Цена за 1,5-2 часа водной прогулки может быть и 40 долларов. Чтобы купить тур, необходимо приехать к причалу и выбрать приглянувшийся паром. Перед поездкой лучше глянуть расписание на сайтах перевозчиков, а еще можно бесплатно взять на стендах на пристани. Там указаны расписания паромов, выглядит это как маленькая книжечка такая. На всех суднах есть как открытая, так и закрытая палуба. Буфет, где можно купить семи, чай, свежесваренный кофе, всякие снеки в упаковке и, конечно, туалет. Если отправиться в тур летом, то нужно иметь в виду, что солнце палящее. Возьми с собой крем от загара, солнечные очки и подходящий головной убор. На открытой палубе парома очень ветрено, и если погода не выдалась, может быть даже холодно. Часто над кораблем летают чайки, которые привыкли, что пассажиры их кормят семитами. С ними выходят крутые фото, так что купи семит и пофоткай с ним. Они очень близко подлетают к людям и даже на руки садятся. Если нужен аудиогид, то необходимо его спросить в кассе во время покупки билета. Он предоставляется за отдельную плату. В маленьких частных компаниях такой аудиогид нередко сразу включен в общую стоимость. Кстати, про чайк говорили. Забыли сказать глазей по сторонам. Тебя может сопровождать стаи дельфинов. Да, кстати. Помимо перечисленных туров по Босфору, можно еще и самостоятельно устроить себе такой тур по принципу нищеброд. Всего за 15 лир. Нынче это называется не нищеброд, а экономное потребление. Для этого нужно заранее составить себе маршрут, используя расписание рейсовых паромов и отправиться в увлекательное путешествие. Для этого лучше выделить себе весь день. Таким образом, можно самостоятельно посетить отдаленные районы Стамбула. Такие как Анадолу Каваи, Иммирган, Сарьер и Бейкос. Лучше всего в этом случае использовать судно о компании Шехир Котлары. Скачать их расписание прямо у них на сайте. У них очень удобное расписание. И отправляться в путь. А можно еще прямо на причале, причем любом, взять их книжку с расписанием. Хоп-он, хоп-оф по Босфору. Это такой тур с остановками у достопримечательностей. Такие туры часто продаются на пристани Артакёй. Это не постоянное явление. Они то появляются в продаже, то отсутствуют. В зависимости от спроса и сезона. Суть такого тура в том, что катер идет по Босфору с остановками в Эмирган, парк Эмирган и музей Сабанджи, и Беллербей, дворец Беллербей, пристань и мечеть Беллербей, Кучуксу, на которой находится дворец Гюксу и крепость Анадолу Хисары, и Бешикташ, где находится пристань Бешикташ, площадь и мавзолей Барбаросская Редина Паши, рыбный рынок, прогуляться до Далмабахче, а затем возвращение к пристани Каботаж. И на каждой остановке можно выйти, погулять, походить, и через час или два вернуться и сесть на катер и продолжить свое путешествие. Хорош такой тур тем, что позволяет посмотреть достопримечательности, до которых сложно добраться общественным транспортом. Такие варианты туров обычно предлагает Дентур и небольшие частные фирмы. Движение катеров начинается с причала Каботажа в 12.45, и за день они успевают сделать 4 рейса до 18.00. Летом старт в 11.45. Цена таких туров составляет от 90 лир. Ну, все равно это не турка совсем. 300 рублей. Ну да, 90 лир за такой вот тур, где все достопримечательности подвезут к ней, скажут, иди гуляй, и увезут потом. Ни о чем. Раньше были еще комбинированные туры, совмещенные с автобусным и туром по Босфору. Но в связи с приостановкой автобусных туров в Стамбуле на неопределенное время их пока что нет. А еще есть и бесплатный тур по Босфору на пароме Валиде Султан Гемесе. Вот их сайт. Также в описании. Немножечко история, откуда появился этот тур. В августе 2017 года на воды Босфора был спущен новый современный паром Валиде Султан, который принадлежит муниципалитету Искудар. Вместимость этого судна 580 человек. Этот паром предлагает всем желающим бесплатный тур по Босфору с бесплатным чаем и семитом. Отправляется паром от пристани Искудар все дни недели, кроме понедельника. В летнее время расписание может изменяться. Поэтому нужно обязательно заходить на сайт и уточнять информацию. Чтобы попасть на бесплатную морскую прогулку, есть условия. В группе должен быть хотя бы один гражданин Турции или обладатель ВНЖ. Записаться можно по вот этому телефону. Говорят нам, к сожалению, только на турецком. Туристам, не владеющим турецким языком, можно попросить помощи у сотрудников рецепшен прямо в отеле. При записи необходимо назвать свою фамилию и имя желающего прокатиться, того, кто имеет ВНЖ или того, кто является гражданином Турции. Также спросят номер паспорта и количество человек. По телефону сообщат, во сколько и в какой день недели можно совершить круиз. В летний период желающих много, учьте это. Ну, пожалуй, все. Максимально собрали и скомпоновали всю информацию по этому вопросу. Так что выбирай тур по своему желанию и к своему кошельку. Подписывайся на наш канал, чтобы она становилась больше. Ставь палец вверх, чтобы видео могли увидеть больше пользователей. Свои вопросы и замечания пиши в комментариях. А также у нас есть почта, указанная под видео, куда всегда можешь прислать свой анонимный вопрос или какую-то свою историю, если есть такое желание. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.